Утро Дома И как погонять на авто, прям не выходя из дома В каких странах отмечают самые странные праздники? Ну и многое-многое другое Мы начинаем Сегодня, 2 декабря В Новой Зеландии отмечается Национальный день шлепанцев В декабре? Именно сейчас А в Южном полушарии начинается лето Зачем ты это сказал? Ты меня расстроил Там проживает практически 5 миллионов человек в Новой Зеландии И независимо от социального положения Или статуса, у каждого есть Шлепанцы, причем не одна пара Слушай, вьетнамки, которые объединяют Нацию, это сильно Только там их называют не вьетнамки, а джандали Кстати, там провели интересное исследование На протяжении последних 23 лет Оказалось, что больше к берегу Со стороны воды Прибивается левых шлепок Интересно, а почему так происходит? Есть мысли А ну Значит, когда рыбак, становясь правой ногой в лодку Левый отталкивается от берега Он автоматически теряет левую шлепку Ну, объяснение скучнее, чем сам факт Ну, а у нас на очереди День в истории В этот день, в 1804 году Наполеон I Бонапарт Провозгласил себя императором Франции Торжественная церемония проходила в Париже В соборе Парижской Богоматери Туда Наполеон прибыл с супругой Жозефиной Для столь важного мероприятия Он предпочел костюм, который с ног до головы Был обшит драгоценными камнями и металлом Корона в виде лаврового листа Была изготовлена из чистого золота У алтаря Наполеона ожидал Папа Римский Пи VII Согласно церемониалу Он должен был возложить символ власти На голову будущего монарха Вместо этого Наполеон выхватил корону Из его рук и сам ее надел Зал застыл в полном изумлении Ровно 125 лет назад В Харьковском оперном театре Состоялся первый в Украине Публичный киносеанс Организатором и в то же время автором кинолент Выступил художник-фотограф Альфред Федецкий За неделю до показа он анонсировал мероприятие в газете Подчеркнул, что покажет живые фотографии из-за границы А также кинокартины собственного и французского производства Кинопоказ собрал более тысячи зрителей И произвел на них ошеломляющее впечатление Сегодня свой 40-летний юбилей Отмечает известная американская поп-звезда Бритни Спирс Слава к исполнительнице пришла в 16 лет Сразу же после дебютного сингла Baby One More Time Сегодня у трека более 650 миллионов просмотров на Ютьюбе Следом вышли не менее успешные композиции Oops, I did it again и Toxic В 26 лет Бритни оказалась в психиатрической больнице Где ее признали временно недееспособной С 2008-го находилась под опекой отца И только в этом году суд в Лос-Анджелесе Прекратил его личное опекунство А также отнял право распоряжаться финансами певицы 2 декабря 1982 года в США Провели первую успешную пересадку механического сердечного импланта Осуществил ее американский хирург Дентон Кули Вместе с командой врачей из Университета Юты Операция продолжалась 9 часов Искусственное сердце имплантировали 61-летнему Барни Кларку С ним пациент прожил 112 дней Послеоперационная антибиотикотерапия Вызвала отмирание тканей кишечника У мужчины стали отказывать все органы Ежегодно в мире проводятся сотни тысяч успешных операций По уживлению сердечных имплантов Сегодня по инициативе ООН В мире отмечают Международный день борьбы за отмену рабства Одни из самых распространенных современных его форм Торговля людьми, сексуальная эксплуатация, а также детский труд Такая незаконная деятельность существует практически в каждой стране Как отмечает Международная организация труда Жертвами различных форм современного рабства Ежегодно становятся около 40 миллионов человек А каким будет 2 декабря 2021 года Зависит от каждого из нас Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова